МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ИВЕРЬ Телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухральева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Гастролюры и стулы. Только вот вместо самоваров и пряников они привезли с собой наркотики. Работать придется по-новому. Салман Дадаев обозначил приоритеты деятельности мэрии. Каким будет февраль? Ждать ли нам заморозков или потепления? Смотрите в выпуске. Упаси вас, Всевышний, бросить тень на мое имя. Такое предупреждение сделал Салман Дадаев на совещании в мэрии. На встрече с активом администрации новый градоначальник заявил, что продолжат работу с ним только те, кто проявит профессионализм. А с остальными глава Махачкалы церемониться не будет. Каждый день мы будем прилагать усилия, как я сказал, продвижение вперед, мы идем вперед. Нет, иначе мы будем избавляться от тех, кто идет не в ногу. Если вы планируете сосредоточиться именно на той методологии, на тех принципах действия, как и прежде, ну вас ждет разочаровать. Вот раньше мы брали столько-то, а теперь пришел новый, и он требует в три раза больше. Упаси вас, Всевышний, от этого. Если кто-то будет кидать таким образом тень на мое имя, то я это буду воспринимать уже как лично. Я вас сейчас предупреждаю. Работать по новым правилам придется и предпринимателям. Для тех, кто захочет привести свои документы в порядок, будет объявлен временный мораторий, по истечении которого все незаконные объекты на территории города будут закрыты. Сотрудники полиции Дагестана задержали наркокурьеров из Тулы, распространявших наркотики посредством интернета. Помогала им в этом семейная пара из Махачкалы. Теперь криминальному квартету грозит тюремный срок. Обо всем по порядку Луиза Раджабова. Муж не виноват. Это теперь молодая Альбина льет соленые слезы, вспоминает своих детей 5-6 лет. А плакать повод есть не только у нее, но и у мужа. Ведь в их квартире полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства. Мефедрон. Больше известна в народе как соль. Отправили забрать оттуда пакет. А что в пакете находилось? Как они называют? Бомба. Это наркотики? Химические вещества. Когда я пришла сообщение, я написала, вы кто, вы куда пишете. И все, сообщения пропали. Он больше не писал. Некоторое время он написал такой диалог, как будто бы назначение на работу, вакансия на курьера. Я мужу показала, он этим вещам не употреблял ничего. И он не знал. Он говорит, напиши, может я устроюсь курьером, подумала, кафе, может, или что. И я написала, а там как бы девушка... Это понятно. Но вы же в дальнейшем знали, чем вы занимаетесь? Сперва нет. Потом узнала я. Ну, я сперва паспорт скинула. Вот после этого я узнала, когда он уже начал мне видео скидывать. После того, как этот мужчина пришел, узнавала про меня, через некоторое время он мне написал все обо мне, где мои дети живут, где я живу, где... У вас дети есть, да? Да. Сколько детей? Двое детей. Мухаммад и Шамиль, шесть лет и пять лет. Оперативники установили, что вместе семейная пара, получив крупную партию наркотиков, расфасовывала их по дозам и закладывала по тайникам, передавая координаты посредством интернета. Этот сайт попал как на телефон жены. Просто прикалывали, писали в начале и предложили работу. Сайт какой? Авито? Какой сайт? Нет. Откуда работу предложили? Телеграм. По телеграму предложили работу, да? Да. Сколько обещали зарплату? Зарплата, как они обещали, там месячная, месячная, кажется, 250 тысяч, что ли, они обещали. 250 тысяч в месяц, да? А в чем заключалось? Вам разъяснили алгоритм ваших действий, функциональные обязанности вашей работы вообще? Разъясняли они вам, работодатели? Ну, там, как бы, они меня-то, про меня вообще ничего не знают. Там, как бы, уже... А жена общалась с пацаном, да? Да, я... С ними? Да. Во всей этой сложной схеме сбыта наркотиков, криминальный дуэт, супруга пополнился и наркокурьерами из Тулы. По улице Грозненская, возле одного из домов, они закладывали свертки из пакета, обмотанные скотчем. И это точно были не тульские пряники. А откуда это пакеты в вашей машине? Не знаю. Не знаю. Ну, как это? В вашей машине вы не знаете, что внутри находится? Не все, но знаю. Точнее все знаю. Ну, эти пакеты откуда вы не в курсе, да? Почему? Ну, так вот, не знаю. Нет, ну, и Махачкало вообще плохо, не знаю. Мы хотели погулять, там, отель снять. Вот спросили, где отель находится. Что делать-то? Позже гости столицы передали координаты своему куратору, который в свою очередь сообщил о поступившем товаре. Именно его и должна была распространить семейная пара из Махачкалы. Нам говорят, нам просто дают, и мы приезжаем в город и сами все раскладываем. От нас остается только отправить координаты, описания и фотографии. Кому вы должны отправить? Куратору своему. А он уже непосредственно отправляет остальным лицам, которые в Багестане работают. Опросив их, сотрудник полиции выяснил, что молодые люди 1995 и 1996 года рождения приехали в Махачкалу на автомашине ВАЗ-2010 с Тульской области. Здесь они должны были произвести закладки наркотиков в различные тайники и передать координаты своему некоему куратору, которого они никогда не видели, и связь между ними поддерживалась посредством общения через интернет. В свою очередь, товар для закладки они получили точно таким же способом, получив координаты спрятанного тайника через один из мессенджеров в интернете. Но вопрос, с какой целью и кому они приехали, внятного ответа они дать не смогли. Оперативники установили, что девушка, получив таким образом крупную партию наркотиков, затем расфасовывала их по дозам и также закладывала по тайникам и передавала координаты посредством интернета, куда уже в последующем приходили покупатели за свои дозы, предварительно перечислив деньги по интернету. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Луиза Раджабова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Ежедневно только в Махачкале выявляют порядка 50 водителей, которые перевозят детей не по правилам. Таковы предварительные итоги специального рейда, который провели сотрудники полка ДПС. Профилактические мероприятия проходили сегодня в столице республики, в местах подъезда к школам и к детским садам. За нарушение условий перевозки грозит штраф в размере 3000 рублей, но в этом вопросе, напоминают инспекторы, водители рискуют не только деньгами. С начала года на дорогах Дагестана зарегистрировано 21 ДТП с участием детей. За сегодняшний рейд в течение часа, который провели, было выявлено 80 нарушений правил дорожного движения. Из них 50 протоколов были составлены за нарушение правил перевозки детей. Работа в данном направлении будет продолжаться постоянно. Соблюдение правил безопасности при перевозке груза в Дагестан проверили инспекторы Россельхознадзора. Сотрудники ведомства в эти дни проводят совместные рейды контрольно-надзорных органов на въездных постах Махачкалы. О том, какие нарушения были выявлены в сюжете, Патимат Ханаповой. Это партия продовольственной кукурузы из Кабардино-Балкарии. Сотрудники Россельхознадзора в первую очередь проверяют документы. Пристальное внимание при этом уделяется сопроводителям, ветеринарным листам, которые обязательно должны быть у перевозчика. А после уже условиям хранения и транспортировки. Не проходит и пяти минут с начала рейда и первый нарушитель завоз продукции. Без необходимого документа перевозчику грозит штраф от одного до трех тысяч рублей. На ветпостах за порядком следят закрепленные инспекторы, участковый и ветеринарный врач. В ходе рейда специалистами было досмотрено около сотни грузовых автомобилей, перевозящих сельскохозяйственных животных, молочную, а также зерновую продукцию. Россельхознадзора выявлено ряд нарушений ветеринарного и фитосанитарного законодательства. В их числе транспортировка животноводческих продуктов без ветеринарно-сопроводительных документов. Значит, несоблюдение температурного режима в транспортном средстве. Значит, и нарушение товарного соседства перевозимых грузов. А также, значит, по фактам выявленных нарушений, виновные привлечены административной ответственности. Такие рейды будут проводиться и дальше. Выявлять и наказывать нарушителей, чтобы ни один потребитель не пострадал от некачественной продукции. Между турфирмами и предприятиями охотничьей рыболовного комплекса Дагестана будет создана межведомственная рабочая группа. Решение было принято во время встречи представителей Минтуризма и Минприроды Республики. В задачи группы будет входить налаживание контакта и должного взаимодействия. Для этого в ближайшее время будет организована ознакомительная экскурсия для представителей турфирм в охотничье хозяйство, рыболовные базы и природно-рекреационные зоны Республики. Духовный центр имени пророка Иссы уже несколько лет как стал самым ожидаемым проектом верующих Республики. С некоторых пор строительство ведется активными темпами исключительно за счет пожертвований неравнодушных людей. Но любое благое дело не проходит без трудностей. В связи с этим в Национальной библиотеке Махачкалы был проведен круглый стол, где представители Попечительского совета Духовного центра обсудили насущные проблемы с журналистами и общественными деятелями. Абдул Алиев подробнее. Здесь будет огромная мечеть, раскинутые вокруг зеленые насаждения, парк, места для прогулки и многое другое, что обещает привлечь дагестанцев к частному посещению этого места. Изюминкой станет аллея, которая будет носить имя всемирно известного поэта Расула Гамзатова. Она будет проходить от Духовного центра до берега Каспийского моря длиною более километра. Но есть те, кому будущие перспективы красочного проекта не так уж и интересны. Объявились некие хозяева, чьи земли пересекаются с аллеей. Когда мы начали работать по дренажной канализации, канализацию начали проводить, до этого не появлявшиеся участки появились. Они говорят, вот это наши участки. Если они законные, это вопрос, да, если они законные, если они доказывают, что это законные, тогда можно было бы вообще разговаривать о том, что их надо компенсировать. Если там дорога должна быть, то это должна администрация компенсировать, кто-то должен компенсировать. Если они незаконные, тогда надо решать вопрос узаканивания этой территории. Мы 4-5 лет боремся, просим администрацию это вопрос решить. Говоря о новоявленных владельцах земель в районе духовного центра, соседи, проживающие в том же районе, намекают на их желание легко нажиться. С началом строительства центра цены на земли вокруг значительно поднялись. И для кого-то это стало шансом сорвать неплохой куш от продажи земли. Как только они начинают работу, они появляются там. Которые ставят туда ЧОПы, чтобы никто туда нанесли на их территорию. Они не могут продолжить стройку, потому что там нету ни единии. Чтобы соединиться к канализации сбросов, ничего не дают практически делать. Ни с ними не встретиться, ни поговорить. Сегодня одна цена у них завтра, другая цена, пользу завтра еще какая-то цена. Идет как бы, кто должен это купить. Если дагестанцы строят себе парк, почему один дагестанец должен платить второму дагестанцу? Участникам стола был предложен ряд способов решения проблемы, необходимость ввести незаконности оформления документов на право владения землями на территории будущей аллеи. Работникам региональных СМИ было сделано предложение помочь довести эту проблему до правительства, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Явные признаки есть того, что эти документы, если не сфабрикованы, то выданы значительно позже. Как так может быть вот такая вот цепочка и не востребован ни один участок? 20 лет. Да, 20 лет, никто ничего не построил там, никто ничего не сделал, хотя рядом мы видим тоже также выданные какие-то участки, там мы наблюдаем строение и так далее и тому подобное. Я считаю, очень правильной идеей, что созвали тут блогеров и журналистов, мы со своей стороны всяческую помощь будем пропагандировать, будем писать, будем поддерживать за эту идею. Короче, это будет своего рода визитная карточка Дагестана в духовный центр. Это будет цивилизованное лицо Дагестана, это будет местом паломничества для гостей, это будет местом отдыха. Послам представителей духовного центра в документах, предъявляемых со стороны претендующих на земли на территории аллеи, имеются ряд пунктов, вызывающих сомнения. Поэтому они надеются на разбирательство правовых структур в этом вопросе. Абдулла Алиб, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Снегопадов и суровых морозов в феврале в Махачкале не будет. Бесснежная зима, по прогнозам синоптиков, связана с преобладанием теплых воздушных масс, идущих из Ирана и Афганистана. Это скажется и на осадках, которых будет не так много. В столице ожидаются умеренные кратковременные дожди. До конца февраля температура воздуха будет плюс 8 градусов и ночью до минус 3. Так, зима в этом году теплее зафиксированной многолетней нормы на 3-4 градуса. При этом теплой весны махачкалинцам можно не ждать. Март будет сопровождаться низкой температурой, а порой даже заморозками. И о спорте. В Турции накануне стартовал чемпионат мира по паратэквондо. В первый день турнира российские спортсмены завоевали 5 медалей разного достоинства. Из дагестанцев серебро в олимпийском весе выиграл Зайнудин Атаев. Лидер сборной провел 5 боев и тем самым заработал 70 баллов. Это заметно улучшит его положение в мировом рейтинге и упрочит шансы на попадание в Токио, где пройдет Олимпиада. Бронзовая медаль соревнований в активе Мухтара Кумаева. Во второй день соревнований в Анталии на татаме выйдут 6 наших паратэквондистов. Сильнейшие борцы греко-римского стиля сойдутся в Махачкале на юниорском первенстве СКФО. Соревнования пройдут 9-10 февраля в Дагестанском центре волейбола. На ковер выйдут спортсмены 1999-2001 годов рождения. Они оспорят награды в 10 весовых категориях. Фавориты турнира – сборные Дагестана и Чечни. В состав хозяев войдут более 40 ведущих классиков. Победители и призеры этого турнира получат право выступить на первенстве России. Начало соревнований в субботу в 10 часов. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!